Добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. «Археология. Вторник. Археология. Человек». Вы знаете, в Москве есть определенные места силы, точки силы. Вот когда передвигаешься по городу, ну, в метро вряд ли, ну, вот, скажем, пешком или на автомобиле, то чувствуешь, что приближаешься к каким-то таким энергетическим сущностям. И вот, конечно, очень многое сконцентрировано в центре, вокруг Кремля, вокруг Китай-города бывшего. И, вот, скажем, когда я еду на машине, я чувствую, что вот какая-то точка силы есть, которая около Лубянской площади и Старой площади. Ну, очевидно, на Лубянке, так сказать, стоит уже много лет здание КГБ, ФСБ, дальше Старая площадь, Ильинка, комплекс зданий администрации президента. Но между ними, между этими двумя местами силы, есть такая вещь, как Политехнический музей, который в своем роде как бы разбивает вот эти вот, своей такой гуманитарной миссией, вот эти вот два места власти. И сам по себе он тоже является местом власти, местом силы, потому что, вы знаете, там же общество знания, в том числе, располагается. И вот знание сила, этот декартовский лозунг, который был в том числе начертан на Советском Союзе, который был также просветительским проектом, выдвигает Политехнический музей в очень такой сильный, альтернативный локус силы и притяжения. И у нас в гостях сегодня генеральный директор Политехнического музея Борис Георгиевич Салтыков. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы хотим поговорить сегодня не только о музее. Через призму музея, и в том числе, я думаю, мы скажем пару слов о том, что происходит, потому что, я думаю, всем вам уже известно, что музей сейчас закрылся. Вот сейчас последние были какие-то вещи, связанные с ночью музеев, когда там Политеатр закрывался. Вот сейчас уже музей окончательно закрыт до реконструкции, и мы не сможем туда дойти до 2018 года, но затем там будет вообще просто рай на земле. Вот Борис Георгиевич об этом, может, немножко расскажет. Но это лишь часть нашей передачи, потому что в остальном хотелось бы поговорить о судьбе науки и техники в советском и постсоветском мире. И мне кажется, что Борис Георгиевич очень хороший проводник для нас, Вергилий, вот по этой теме, потому что он сочетает и научную, и административную, и государственную постась. Он выпускник физтеха, был долгое время заведующий отделом легендарного ЦИМИ экономико-математического института, такой один из оазисов, что ли, либеральной мысли, откуда вышло много идей перестройки. Был вице-премьером правительства Российской Федерации при Черномырдине, был министром науки и техники много лет, и сейчас он генеральный директор Политеха. Так что, Борис Георгиевич, вот хотелось бы ваше мнение по поводу всей вот этой научно-технической революции последних 150 лет, потому что, да, Политеха ведь 151 год. 140. Только что мы отпраздновали 140-летие музея, потому что в 1872 году... А, 72-й, я посчитал, да. А вот 150 скоро будет в Политехнической библиотеке, которая тоже у нас внутри, и вот, по-моему, в следующем году ей будет 150 лет. Ну, вот я думаю... Это же старейшая научно-техническая библиотека страны, потому что после войны была создана ГПНТБ, это такая советская же библиотека, да. Научно-техническая, да. Но у нас, конечно, есть гораздо более пожилые издания, книги, вещи уникальные в том числе. Там у вас, по-моему, 16 века есть книги? Ну, вряд ли 16-го, потому что всё-таки это библиотека, и там, конечно, есть такие довольно стандартные вещи, типа арифметики Магнитского, в том числе чуть не один из экземпляров. Но есть уникальные вещи, необязательно книги, например, известный очень архитектурный, чертёжный атлас самого Эйфеля, Эйфелевой башни, который он подарил собственному автографу императору нашему, поэтому вот с его автографом таких вещей больше ни у кого нет. Ну, вот как раз разговор об Эйфеле, я думаю, об тех, о той эпохе, когда начинался политехнический музей. Это вот 1870-е, это же время. 72-й год, да. Ну, тогда действительно по всей Европе. Парижские выставки тогда, всё это, Эйфелева башня. Вот какая-то эпоха такого вот джульверновского энтузиазма по поводу науки и техники, да. И на этой волне был создан музей. Да, после того, как выставка, которая была организована, Всероссийская выставка, ну, теперь бы назвали «Науки и техники» или «Достижения науки и техники», посвящённая 200-летию Петра I, решили оставить её как первоисточник музейного собрания и эту идею, которую пролоббировало общество, МГУшное общество любителей иствознания и техники, литературы иствознания техники, значит, был создан, был выпущен или создан указ императора. И первоначально, и первые, по-моему, четыре года музей располагался в здании, который тоже один из, сегодня сказали бы, меценатов или спонсоров предоставил в качестве помещения для временной выставки. И одновременно началось строительство вот этого первоцентрального корпуса, потому что наше здание состоит фактически из трёх зданий, последовательно сдававшихся южный и северный корпус, и вот центральный. Но в целом это единый ансамбль. В целом это единый ансамбль, и он строился как очень немногие тогда сразу, здание строилось сразу как музейное, потому что многие музеи потом возникли уже как, значит, экспорпиированные дворцы разного типа. Нет, вот как и ГИМ строился сразу как музей, так и мы строили сразу как музей. И первоначально здание имело такую галерейную структуру, когда можно было пройти по всему этажу, скажем, с юга на север. А потом при советской власти, конечно, появилось много административных помещений, перегородок. В здании, к сожалению, за 140 лет мало что изменилось для посетителей, потому что у нас нет ни одного пассажирского лифта, один грузовой дотик, ни одного эскалатора. Лестницы разной высоты, их около сотни, поэтому, к сожалению, сегодняшним требованиям публики он совершенно не отвечает. И главная идея, ну одна из идей, конечно, касающейся имущественного комплекса, это сделать его удобным. А вторая, может быть, первая идея, конечно, главная, это осовременить экспозицию, привести ее все-таки к уровню требований сегодняшнего дня, но не впадать в другую крайность, потому что, может, вы знаете, что есть сегодня в науке два термина, это Science Museum, научные музеи, и Science Centers, это научные центры. Это то, что иногда музейщики пренебрежительно называют развлекаловки для детей, для детишек. Ну да, мультимедийное, интерактивное. Совершенно интерактивное, мультимедийное, там, начиная с маятника Фуко, который демонстрирует вам движение Земли, окончая всякие химические, физические, лазерные опыты и так далее. Если только это, то это, конечно, не музей. Это, условно говоря, образовательно-просветительский центр для того, что всё-таки молодёжь, даже дошкольная, приучалась к тому, что такое наука, и к её тайнам, загадкам, разгадкам и так далее. Но для музея-работника, конечно, главное – это магия вещи натуральной. И коллекция эта у вас там достаточно обширная. Вот, вы знаете, я думаю, вы говорите сейчас действительно, мне кажется, в последние десятилетия, последние десятилетия и при советской власти ещё, музей в какое-то очень такое превратилось архивное состояние, потому что вот этого энтузиазма, будь то конца XIX века, будь то 1960-х, это всё повыветрилось, и, конечно, он стоял, мне кажется, долгое время такой как-то очень архивной, архаичной вещью. Вы знаете, с одной стороны, музей как раз и мои предшественники сделали шаг навстречу вот этим, скажем, проектам интерактивно-развлекательным. У нас была создана до меня ещё игротеха, это игры техники, где на уровне, который позволял нам и финансовые ресурсы, и материальные возможности, всё-таки детей обучать особенностям, в том числе в интерактивной манере, особенностям, значит, я не знаю, там, механики, оптики и так далее. Но, конечно, сегодня, когда вот такие киоски или там опытные такие площадки поставлены на поток буквально, там есть несколько центров в Америке, в Европе, в Швейцарии, технорама такая есть, которая выпускает, штамбует это для уже такого массового применения. Конечно, даже в этом отношении мы отстали, хотя некоторые иностранцы, посещая нашу игротеху, удивляются, что простыми проволочками и колбочками можно очень увлекательно показать детям разного возраста всё-таки, что такое современная наука. Ну, так вот, из этого современного сегодня есть тот же планетарий обновлённый, весь низ планетария, это вот сегодня сайенс-центр. То есть это там сплошные развлекаловки, а в большом зале настоящем вы там увидите уже науку, небо и, так сказать, серьёзные лекции. Ну и, скажем, да, серьёзные лекции и, скажем, о той большой публичной роли, которую играл музей, потому что он как-то очень с самого начала превратился в очень серьёзное публичное пространство, где большая аудитория, неожиданно, да, политехнического музея, и вот вся эта, начиная с иммаженистов, футуристов, все эти диспуты с блоком. Да, вы правы, потому что вот кроме музея как музея, как собрания уникальных вещей, в том числе и письменные источники, ведь у нас там около 90 тысяч вещевого фонда, так называемого, то есть, да, вещи, ещё порядка 100 тысяч письменных и изоисточников, то есть всякие старинные плакаты, журналы там и так далее. Так вот, в 1907 году открылась как раз большая аудитория. Это было завершение вот этой длинной стройки. И тогда она была самой большой публичной аудиторией в Москве. Поэтому действительно, хотя первоначально там всё было сделано, чтобы читать лекции учёными, или учёные читали бы лекции, она, как вы правильно сказали, была, вольная лимоль, захвачена такой вот... Публикой. Публикой, в том числе и поэтами, да, поэтому она стала символом такого, я бы сказал, модернистского или инновационного движения даже и в поэтической жизни, и в публичной жизни, потому что лекции читали, конечно, и ведущие учёные мира, в том числе, там, даже Нильс Боруского прочесть, да. Но, если говорить о поэтической стороне, то, к сожалению, публика наша, нашего времени, скажем, даже середину прошлого века узнала эту аудиторию только по... Широкая публика узнала по фильму Хуцеева, да, где он снимал, реально снимал большую аудиторию выступлений тех самых реальных поэтов, да, Хамадулина, Вознесенского, там, и так далее. И в Тушенко, конечно. И сегодня я немножко отскок в сторону, спор идёт, потому что, когда мы начали с политеатром проекта, известный вам, театр практика «Мы и наш фонд», фонд развития политического музея, это детище вот этого проекта, который направлен на реставрацию и реконструкцию, он объединяет людей государственных, с одной стороны, там, во главе с первым вице-премьером Шуваловым, да, а замы у него Анатолий Борисович Чубайс и Александр Сталич Волошин, а с другой стороны, ну, назовём их так, богатых людей, которые согласились помогать музею в его модернизации. Поэтому этот фонд, он небольшой под составу людей, но очень активен вот в продвижении самого этого проекта. Все конкурсы архитектурные проводятся с помощью фонда или на его деньги. Так вот, встал вопрос, когда мы внедрили проект или пришли к проекту политеатра, кое-что пришлось модернизировать, повесить суперсовременное световое оборудование, звуковое современное, да, обновить, извините, полы на сцене, которые были в дырочках, то сразу некоторые защитники, скажем, старины, сказали, вы что делаете, это святое, оставьте в том виде, в котором есть, и вот нельзя, это действительно предмет охраны, большая аудитория. Ну, кстати, висит доска, как вы думаете, почему она стала предметом охраны? Потому что в 1918 году там выступал Владимир Ленин, вот только поэтому. Но это шутка, а не шуточная, весь, всё здание, конечно, сейчас предметом охраны стало. Так вот, в каком виде, я сказал этим товарищам, а в каком виде мы должны сохранять? Вот в том виде, в котором сейчас, то есть хуциевский вариант, да, с этими нашими партами и так далее, и так далее. Потому что в 1907 году здесь были берёзовые скамьи, не было ничего подобного, что вы сейчас видите, был фонарь световой, который во время войны упал, разбомбил, там сейчас люстра и так далее. То есть мы можем только позвать экспертов настоящих, 10, и они скажут, в каком же виде её восстановить. Ну да, но в любом случае, мне здесь кажется очень важно то, что сохранена была публичная функция, перекинут мостик. И из начала 20 века, через 60-е годы 20 века, к вот нынешним последние, сколько, два года, да? Ну, вы сказали только о поэтах, а на самом деле мы абсолютно обновили саму программу лектории нашего. Понятие лектории, это у нас включает несколько залов. Это большая аудитория, у нас ещё малая аудитория, конференц-зал и так далее. То есть четыре зала. И мы сделали целую программу выступлений или циклов выступлений, в том числе, извините, я упомяну эту фамилию, господин Гуриев. Что же здесь, наоборот, это самый лучший гость у нас здесь. Так вот, конечно, а я про это и говорю. И мы его пригласили как Российскую экономическую школу, чтобы он прочёл цикл лекций современной, по современной экономике. Они пользуются огромным успехом, потому что там приглашались молодые, но ведущие специалисты в тех или иных областях экономики. Вот это только экономика, ну, там и физика, там выступал и Жорес Алфёров, и выступали американцы, и нобелевские лауреаты и так далее. То есть мы радикально, так сказать, обновили по существу и, скажем так, публично-поэтическую ветвь, и научную. И научно-просветительскую. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня директор Политехнического музея Борис Георгиевич Салтыков. Говорим мы о судьбах музея и больше о судьбах науки и техники в советском и постсоветском мире, и вернёмся после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня с директором Политехнического музея Борисом Георгиевичем Салтыковым. Говорим мы больше, чем о самом музее. Борис Георгиевич, вот я хотел бы понять, особенно вот, насколько вы видите, как один из организаторов и аналитиков науки, какую роль наука и техника, вот может быть начать с техники, играла в Советском Союзе? Вот Политехнический музей. Вот что, скажем, из советских технических достижений мы можем предъявить миру в качестве уникального? В какой степени Советский Союз был таким прорывным, инновационным технологическим проектом? Ну, все-таки я бы начал, конечно, с… Я сейчас не буду упоминать очень много конкретных достижений. Начал бы вот с чего, что до Советского Союза была Россия. И если говорить о «изобретателях», в кавычках, значит, людей, которые что-то умеют изобретать, такого, чего не было до этого, да, все-таки применительно к науке и технике, то есть такой у нас сленг или выражение максимума такая, что, вы знаете, вот Россия – страна Кулибинах, а Америка – страна Эдисонов. Знаете, в чем разница? Кулибин умер, так сказать, в нищете, хотя тоже был талантливым человеком, и мало что внедрил, а Эдисон стал, скажем так, по тем временам очень богатым человеком, кроме того, что он был изобретателем, он был еще, говоря, современным инноватором и менеджером, который скупал все патенты и воплощал в жизни и делал из этого деньги, знаете. Я, знаете, слышал вариант этой фразы, был очень интересный доклад Европейского университета в Санкт-Петербурге, который ведомости публиковали из номера в номер, и там даже было это расширено. Так что в России слишком много Кулибинах, слишком мало Королевых и совсем нет Фордов. Ну да, правильно, правильно. А, значит, есть еще одно выражение, тоже вам, если вы не знаете, будет полезным. Я тоже читаю лекции студентам, как раз по управлению наукой инновациями. Значит, чем отличается наука от инноваций? Так. Наука делает из денег знания, а инновации из знаний делают деньги. Так вот в этом смысле мы хороши по части науки. Да-да-да. Ну да, так вот, действительно, у нас что, куколевша русский, да, вот, курибин, самоучки, самородки. Из известных все-таки таких мировых достижений, это опять, это постоянный спор, кто же все-таки Маркони или Попов, но в лучшем случае, в самом лучшем случае, это одновременно, но опять та же дихотомия, та же дилемма. Попов – это закрытое ведомство военное, и он сделал первую передачу «Голоса» на военном корабле, да, а Маркони – великолепный интерпренер и менеджер, который потом сделал коммерческий успех на этом деле. То есть создал радио для всех. То есть вопрос внедрения, прежде всего. Это старый термин советский – внедрение, потому что сам термин означает, что это преодоление какой-то стены. Да. Хотя, почему? Потому что все было по плану. Как бы рынок, он, ведь инновация – это, я бы так сказал опять, это купленное чем-то новшество. Новшество – это то, что вообще никогда ничего не было, но рыночный человек или вообще государство в том числе, или наоборот, частный субъект экономики скажет, а зачем мне эта фигня, она очень дорогая, и прибыль мне не принесет. То есть новшество может быть, а инновация пойдет или не пойдет, это определяет маркетолог, там, исследования, совсем другие, рынка. То есть кто купит? Так вот, инновация – это купленное кем-то новшество, а новшество гораздо больше. И вы, как человек с мозгами, можете придумать, бог знает что, но потом скажет, ну, это не нужно, или это дорого, или это не полезно. А вот инноватор доведет это до конца и изучит спрос, поймет, что это точно нужно. Это вот обычный гражданский рынок. А вот теперь, вы упомянули Королева, как только мы переходим к вопросу, где денег не считают, а надо решить какую-то задачу. Это, конечно, другой вопрос, но это, то есть другой как бы тип людей, но все равно тогда это называлось ученый-организатор. Сегодня мы назвали великолепный научный или технический менеджер по сегодняшнему терминологии, да. И вот таких-то, первым всегда называют Курчатова, потом Королева, потому что они создавали то, что нужно стране в сжатые сроки, к сожалению, иногда не считая ресурсы в том смысле, что слишком дорого. А вот, ну, понятно, действительно, первые две вещи, которые приходят в голову, говоря о том, что был или нет Советский Союз технологической сверхдержавы. Космос и бомба, ракета и бомба. Это, если говорить о мегапроектах. Но внутри-то есть изобретение суперсплавов. Или, скажем, тот же, не забыл, Фридляндер или кто он, который изобрел и внедрил сейчас метод обогащения ураноцентрифугами. Это абсолютно советский... Ну да, огромный советский... Но в какой степени это все было основано на западных новшествах? В какой степени, вот так скажем, наша бомба и наша ракета были заложены... Я, конечно, не могу на себя взять ответственность и сказать «А» или «Б», то есть, наоборот, было или не было, но совершенно точно, что даже если ты украл некоторый секрет, ну, на бумаге, то вот в чем Курчатов главная заслуга – организовать все это, начиная от добычи урана, его обогащения и так далее, и так далее. То есть, там вовлечены были и химики, и геологи, и специалисты по, значит, спецматериалам, там, цирконевые сплавы и так далее. Это же все создано за очень достаточно ограниченное время целой отрасли, которая тогда скромно называлась средьмаш, да? Как у нас... Как вы думаете? Я студент спрашиваю, что такое средьмаш? Вот это. А что такое общий маш? Вы знаете, да? Общий манист. Общий манист. Это космос. А, общий маш – это космос. Средьмаш – это оборонка. Да, да, да. Ну, неважно. Вот такие действительно эмфемизмы. Так вот, это организация огромного мегапроекта. Но когда вы говорите, а что же там было у нас изобретено? Масса более мелких, вот я только назвал, там, сплавы специальные, собственно, центрифужный метод обогащения урана и так далее. Это все звенья той цепи, которые завершились, так же, как у Королева. Значит, начал он с того, что не имея чертежей и не имея фон Брауна, который уехал в Штаты, добыли несколько экземпляров собственной Родины, то, что назвался Родин. Это Фау-2, воспроизведенный у нас, то есть на наших технологиях, и скопированное. Это был первый, потом вторая, третья, четвертая. И вот то, что называется «семеркой», это его именно личное изобретение пакета, когда все ракеты шли, последовательные ступени, отваливалось нижнее, включалось верхнее, и так далее, и так далее. И он впервые придумал эту пакетную схему, когда на первой ступени отваливались Фе-4. Эта схема позволила очень сильно повысить грузоподъемность, и так далее, и так далее. И, как говорят уже это в легендах, когда он это сделал, и было сообщение о том, что запущена межконтинальная ракета, которая... В чем была проблема? Противостояние двух систем. У американцев огромный авиационный флот дальней авиации, они могли доставить к нам атомную бомбу, условно говоря. У нас доставки до Америки такой авиационной техники не было. Встал вопрос о доставке, извините, ядерного заряда на ту сторону шарика. И это была главная задача. И вот «семерка» и сообщили о том, что произошел запуск межконтинальной ракеты на дальность, там, не помню, там 7 тысяч километров. Ну да, там же еще у американцев же базы военные были по периметру Советского Союза. Близко, конечно, близко. А у нас ничего на Кубу попробовали и не получилось. Это уже позже и не получилось, да. Так вот, тогда якобы Королевы убедили, что давайте спутник запустим, потому что это символически, престижно, как угодно, мы будем первыми, кто вывел аппарат, искусственный аппарат на орбиту Земли. Потому что это было, если вы помните, в музеях они стоят, вот такой шарик такого диаметра с простой рацией, радиостанции, которая попискивала, но важно, что все могли видеть, даже его визуально могли видеть, ну, блестящую точку. И это подтверждало, что ракета у нас есть, и она может это делать. А потом уже гонка за первым человеком в космосе началась, тут же американцы включили все свои мощности на создание. Но в основе всего оборонка. Ну, вот я и говорю, что, к сожалению, это действительно, к сожалению, потому что, если говорить о, как бы, гражданском секторе и, в кавычках, рынке потребления населением, то все планировалось заранее, более-менее все уравнивалось, хотя была и коррупция, были и подпольные цеха и так далее, были и фарцовщики, которые понимали, что лучше купить что-то ГДРовское даже, чем советское, да, потому что за качеством уже не уследишь, ну, и так далее, не хочется. Ну, а вот поскольку мы уже начали говорить об оборонке, в какой степени она двигала нашу науку и технику, а в какой степени была черной дырой? Потому что я сталкивался в том числе с таким мнением, что вот это был отток лучших умов, да, вот вы тоже как выпускник физтеха знаете физтех, физический факультет, уже рекрутеры идут, там, второй... Да, мифи. Уже набирают лучших ребят и все, запирают их в почтовые ящики, дают им тройные зарплаты, и вот они работают над одной какой-то детальку. Они исключены из международного, из мирового научного оборота, они нигде не публикуются. Тогда это было так, потому что есть все-таки разница. Тот же физтех готовил не только для оборонки, но и для Академии наук. Кадры. То, что у нас называлось базовая кафедра, это начиная с третьего курса. Первые два курса это активное изучение физики, математики, либо химии, если ты на химфаке, либо биологии. Еще вдобавок, а с третьего курса уже два дня ты на так называемой базе, то есть ты два дня проводишь там, куда ты будешь распределяться. Тогда же было распределение обязательное. На четвертом курсе четыре дня из шести, на пятом пять и шестой курс, дипломный курс. Полностью ты пишешь то, что нужно этому институту, этому КБ и так далее. Потому что вот эти годы подготовки тебя уже включали. Более того, я там на пятом курсе, по-моему, уже получил трудовую книжку и был на полставке техника. 45 рублей, что ли, получал. Ну, для студента тогда это была вторая стипендия. Тем не менее, почему получал? Потому что я выполнял работу, которая им нужна реально. И насчет привязанности и обязательств. Все-таки у нас были люди, которые сказали, вот, они понимали, что, значит, им база светит там вот у Королева, они не хотят, он увлекается математикой, он подает прошение, не очень легко, но и не было крупных отказов. Переходит в другую группу, потому что там номера групп, там вот у меня была 836-я, значит, 58-го года прием, третий факультет аэромеханический он тогда назывался, потом аэрофизики прикладной математики, шестая группа, это значит, я вот, НИИ-88, сегодня это называется НИИ-МАШ, вот моя была база там, или там, где вот управление полетами, потому что там несколько специальностей, мы занимались плазменными ракетными двигателями, вторая половина группа управленцев занималась траекториями и так далее, четвертая, то есть третья прочнистая, это вот как раз тряска на стендах и поиск материалов, которые бы все это выдержали. Так вот, переходили люди и говорили, все, я на четвертом курсе уйду из этой группы и перейду, там, я знаю, в академический институт. У меня мой друг перешел к Зельдовичу, в этот сам, в ЭПМ-институт прикладной математики. Да, была некая внутренняя мобильность, но если говорить шире о включенности этих людей и еще шире советской науки и техники в мировой оборот, ну, смотрите, мы же проспали информационную революцию, почему фактически не состоялся советский компьютер. Ведь у нас же были наработки 50-е годы, и языки программирования, и Алгол писали, да, и Фортран. Вот, и каким образом так получилось, что вся эта прекрасная оборонка проспала информационную революцию? Она не проспала, а было, было несколько, как говорят, все-таки я был тогда слишком молодым студентом, даже аспирантом уже потом. был такой институт, как его называли, институт Лебедева, да, прикладной математикой, который делал как раз, сейчас он делает, или делал в конце СССР, или брусы, а до этого делал БСМ-6, легендарную советскую машину, в каком смысле легендарную, она была первым миллионником, миллион операций в секунду, тогда это были невероятные скорости. Еще на перфокартах она работала? Она на перфокартах, совершенно верно, она занимала, не знаю, сотни метров обставленных шкафами с магнитными лентами, все это было так. Но скорости, так сказать, достижения уже какие-то определенные были, хотя при открытии, я помню, в ВЦ Академии наук из тех, как принято шутить, у нас выпустил такой плакат, где была, ну, стен газеты, где описывалось все это движение, а наверху был такой слоган «Быстродействие, которое у нас есть, это память, которой у нас нет, потому что память там была типа 36 килобайт, и все нужно было бы опять сносить на эти самые магнитные ленты и так далее, и так далее. Но это была своя линия, своя архитектура, и я не знаю, кто принял это решение, фактически мы перешли на IBM-скую схему и решили, значит, повторять, в итоге повторять, срисовывать, копировать, срисовывать, копировать и так далее, и вот эта архитектура Лебедевского института, она потом была воплощена уже в машине, которая распараллировала вычисления и так далее, но на другой базе, и в годы, когда у нас не было никаких денег. Просто вот... Ну, фактически, вы знаете, вот я озвучу ту версию, которую я читал у Мануэля Кастельса по информационному обществу, он пишет, что вот проблема как раз в том, с чего вы начали, что у нас, да, большие стратегические запросы, была ракета, был спутник, и дело в том, что военным под те же стратегические запросы отдали компьютер, не, понимаете, молодым бородатым ребятам, которые в гараже, в Пало-Альто, начали чего-то собирать, за кружкой пива что-то решать, отдали военным, и военные решили, что, вы знаете, наверное, спокойнее у американцев IBM-овские стандарты срисовывать, и у нас воспроизводить, но срисовывая, они не понимали, что мы себя изначально обрекаем на отставание, и даже, Кастельс цитирует совершенно анекдотические случаи, у них же, у американцев, все совершенно было в этой, в имперской системе, в дюймах, в единицах дюйма, и у нас начинали вот эти все вещи округлять, оно же не округляется, оно же, так сказать, ну до 20-й цифры, оно все равно не округляется, а когда речь идет о ширине линии на микросхеме, и в результате там наши микросхемы анекдотические вещи. Вот, и вот здесь, мне кажется, конечно, то, что Советский Союз, то, что говорит Кастельс, вот не знаю, как вы согласитесь или нет, с его утверждением, не был генетически способен к постиндустриальной модернизации. Возможно, хотя я думаю, что одним из главных препятствий была жуткая идеологизация науки, потому что вот мне сразу пришла на ум, естественно, генетика. Да. Кибернетика-генетика. Кибернетика-генетика. Я не помню, кого из них называли продажей девкой империализма, но это прямо в энциклопедии, я ее нашел. Это, наверное, там 70-е, может, начало, да, наверное, 70-е годы. Прямо в энциклопедическом слове вот эта фраза. Значит, а про генетику вы знаете всю историю, так сказать, мы же были фактически на передних рубежах в начале, да? Да. И, может быть, даже и Нобили бы получили наши, значит, генетики, скажем так, но Лысенко-Лысенко-Вщина, это же прямое, так сказать, продолжение идеологизации, да еще через тех, скажем так, ученых, в кавычках, которые служили прежде всего власти, либо хотели получить посты и так далее. Ну да, здесь действительно вступают в игру очень мощные механизмы власти и идеологии, которые... И как раз, когда мы пришли в правительство Гайдара, у нас были очень простые, я бы сказал, такие слоганы, лозунги или стратегические задачи. Это, первое, демилитаризация науки, второе, деэлогизация науки, вот чтобы вот прежде всего от этого освободиться. Третье, это отказ от сплошного фронта, мы называли, потому что в СССР проводились все исследования, которые были во всем мире. По всем направлениям. По всем направлениям, потому что мы были практически за забором, да? Вот об этом, да, Борис Георгиевич, как раз хотел поговорить в третьей части нашей передачи, прежде чем мы идем на перерыв, напомню, что у нас в гостях директор политехнического музея, бывший министр науки и техники, вице-премьер правительства Российской Федерации Борис Георгиевич Салтыков. Добрый вечер, программа «Археология». Сегодня у нас в гостях директора политехнического музея Борис Георгиевич Салтыков, и говорим мы о судьбах советской и постсоветской науки. Вот как раз, Борис Георгиевич, мы начали говорить о том, как вы пришли к правительству Гайдара и зачем уже у Черномырдина работали, и какие были принципы реформирования, реорганизации науки. И вот вы знаете фразу, которую я вот читаю вашу биографию, которую вам часто вспоминают в Новосибирске, да, кажется, в Академгородке вы сказали, науки в России слишком много. Я расскажу об этом, потому что... Да, что вы имели в виду? Конечно, началась реформа. Мало кто понимает, понимал из ученых, но нет денег просто, когда пришел Гайдар во внешнеэкономбанк, скажем так, в Госплан сначала они с Нечаевым пришли. Оказалось, что у Советского СССР долгов 92 миллиарда долларов, а на счетах 87 или 78 миллионов долларов. Больше ничего нет. Значит, поэтому нужно срочно было, а на пороге действительно зима 92-го года. Многие спорят, в том числе и Ларионов, который теперь стал неприличным критиком Гайдара, потому что что-то ему не может ответить. Так вот, я говорю, что на пороге была зима и, возможно, даже голод, хотя он говорит, да не было никакого голода, никто не докажет. Так вот, денег не было и для науки, а наука была безумно, ну, разбухла, да, потому что туда бросались ресурсы, не только в оборонку, но и в академию. И вдруг в одночасье, я посмотрел на ожидаемый бюджет 92-го года, нам придется, ну, раза в три уменьшить фактическое финансирование. И тогда вот этот отказ от сплошного фронта, он, я сказал, приоритет то, что сегодня модно, приоритеты только спасут нас, а именно, мы должны поддерживать только сильных, тоже лозунг, остальным открыть двери, ребята, чем хотите занимайтесь, хотите уезжайте, хотите, челночь, но денег у нас хватит только на вот эти лучшие группы, которые, и мы предложили академии самой разобраться, кого, значит, финансировать, кого нет, мы не лезем к вам. Начались контакты с академией, но они были трудные, потому что, конечно, Юрий Сергеевич Иосифов, когда приехал из Свердовска и Екатеринбурга, как говорят, был ближайшим, ну там, или другом президента, а у нас доступ был гораздо сложнее, тем не менее, значит, мы выбрали, был один из вариантов, немецкий, так называемый, когда рухнула стена, Германия объединились, западные немцы, условно говоря, выстроили восточных институты по рангу и сказали, а, остаются прекрасные институты, их надо оставить, только осносить, Б, требуется, может быть, год, два, три, их можно вытащить, С, закрыть немедленно, пустота, ничего там нет. Это, например, триаж, как пирогов на поле боя, так сказать, спасаем только тех, кого можно спасти. И мы, значит, я с своей командой маленькой очень говорим, мы этот вариант не можем сделать, потому что, если мы сделаем экспертизу, они все скажут, что мы все хорошие, либо все переругаются. У нас нет побежденных и победителей, а там была такая ситуация, мы победили, мы вас рассчитываем на первый, второй, третий. Поэтому я говорил, все, что мы можем, создавать новые вневедомственные структуры, которые сами по себе будут отбирать лучших, это фонд. Я перед этим прошел стажировку ВНСФ на Национальном научном фоне США, привез кучу материалов, давно над этим работали, и наше предложение уже в 1986 году было, называется, создать государственный фонд фундаментальных исследований. То, что сейчас РФФИ, Российский фонд фундаментальных исследований. Конечно, и это был первый указ Ельцина, который я подготовил, в 1992 году, создание РФФИ немедленное. То есть, это означает не раздача денег по ведомству, вот Академии, вот это, а если деньги не твои, попробуй сделай комплексную программу. Он говорит, нет, это там, пусть за него платит, там, я не знаю, средьмаш, а это деньги академические. РФФИ формирует под человека грант, то есть, это была новая идеология, свободный доступ к бюджетам любого, кто имеет на это право. Второе, новая технология, это гранты, то есть, это не институты на содержание, а вот проект, он описан, прошел экспертизу, и третье, значит, собственно, отчет. Вот в Америке отчеты даже не нужны. Ты должен написать статью, или две, или три, и написать, что это было выполнено на грант такой-то. Все это означает, что ты использовал деньги, известно как. Деньги использованы. Да. Ну, у нас привели, конечно, к отчетам, ладно, и мы, так сказать, на это пошли. Так вот, РФФИ сразу создал источник, и была борьба за проценты, потому что, конечно, Ельцин мне сказал тогда, виза, Академия наук на этом указе, попробуйте уговорить. Академия сразу сказала, фонд, хорошо, пусть он будет внутри Академии. Я сказал, Джамей, никогда. Или он будет вне ведомости, или он не будет вообще. Торговля. И доторговались до того, что председателем фонда стал Гончар покойный, это вице-президент Академии математик, а, значит, мы осуществляем такой технологический контроль, и они помогли нам, Гончаро спасибо, РФФИ поместили на 20-21 этаж этих золотых мозгов, арендовали помещение, и они создали, успели создать, ребята, аппарат самого фонда. То есть все-таки РФФИ отдельно от Академии наук. Абсолютно отдельно. Он вне ведомственной государственной фонда. Ваше отношение к Академии наук вообще как к институту? Потому что, конечно, есть мнение, что это своего рода такая феодальная империя, которая была гигантской вот этой советской корпорацией по перераспределению ресурсов, и сейчас вот эти вот, так сказать, императоры, шахи, академики сидят и вот рулят своими ресурсами. Это, конечно, очень примитивный взгляд на Академию, потому что в чем тут правда? В том, что мы пошли очень давно по так называемой немецкой модели организации науки. Вместо того, чтобы использовать англосаксонскую, где вся наука в кавычках большая, в университетах, да, и мы, в общем, все время, и я лоббировал, давайте сдвинем науку университета, но разгонять Академию, тем более закрывать, вот так, а в одночасье, я, например, против, потому что, ну, кто-то на меня обидится, скажем так, аппарат, потому что куда девать институты? В прибалтийских республиках так и сделали, закрыли Советские Академии. Часть институтов передали университетам, а большая часть их, к сожалению, растворилась, люди уезжали на Запад, в какие-то другие организации и так далее. Мы на что пошли? Я говорил, Академия должна сама себя реформировать, потому что денег нет. Значит, на всех не хватит. Зачем содержать слабых ученых, которым все равно надо что-то платить? Так вот, какой вариант? Академия должна точно, кстати, чтобы было понятно, когда я пришел в начало правительства Гайдара, в Академии было 350 институтов, 350 во всей Академии. Включая отделение, да? Включая отделение. Через 4-5 лет, ну, в 96-97 году стало, сколько вы думаете, 550. Академия имела право самостоятельно открывать институты, хотя в советское время только с разрешения отдела науки ЦК КПСС можно было открыть один институт, потому что в Америке появилось что-то, надо догнать, и обосновывалось, справедливо и так далее. Теперь относительно качества кадров. Конечно, исторически большая часть лучших научных кадров была в Академии и остается там. Но, конечно, там есть и так называемый балласт, и его много, в том числе из-за того, что пооткрывалось много новых институтов, когда под человека что-то открывают, но получается, что одновременно надо нанимать бухгалтера, водителя, штат-уборщица, и так далее, и так далее. Тот же наш большой ЦМИ, когда я из него уходил, было 1200 человек, народу, из которых 680 научных. То есть, почти 700 научных сотрудников. Огромный институт, экономический, для Запада это нонсенс. В мире таких не было. Таких не было, конечно. И он сразу, через несколько лет, распался на, по-моему, 5 часов. Институт народно-хозяйственного прогнозирования. Прогнозирование, рынка, трудовых ресурсов, и так далее, потому что вот эти действительно крупные ученые потом получили свой кусок и стали самостоятельными. Но прогнозирование как раз еще при жизни Александра Ивановича Анчишкина, который занимался комплексом этой программы, и по сути, что это был прогноз на 20 лет, откуда я и вышел. Я пригласил Анчишкина и сказал, Боря, вот видишь комплексная программа, тама научно-технический прогресс в отраслях, тут экономика, тут региональный разрез, тут СССР, зарубежный мир, а начала-то нет науки. Он говорит, надо создать отдел экономики науки. Я говорю, Александр Иванович, я в этом ничего не понимаю. Он говорит, в этом никто ничего не понимает. Ты через год будешь понимать больше всех. Давай, вот тебе согласились с ним четыре лаборатории в этот отдел. Мы действительно за год подготовили первый такой аналитический обзор, что у нас в советской науке, сколько чего, что с Америкой, где мы впереди, где сзади, и так далее. Провели обследование, обзоры, соцобследование, 600 с лишним экспертов провели, где каждый находится в каком положении, ближе, дальше от Америки или первого края. Ну, короче говоря, это было в 1981 году, меня он назначил. и 7-8 лет я занимался. А сейчас есть какое-то такое перспективное планирование науки, как то, что вы тогда в ЦИМИ предпринимали? Ну, сейчас Минэкономики делает, тогда мы создали в итоге аналитический центр по научно-техническому прогнозированию, из которого я уже и был приглашен министры, потому что действительно наша группа имела практически готовый проект реформы и так далее. Я все-таки хочу вернуться, а то забудем, что науки в СССР было слишком много. Когда мы увидели, что денег нет, а ученых тьма, как говорят, то я сказал вот эту фразу. Вы знаете, что, ну, как тот самый Боливар не выдержит двоих, по всем показателям, типа, скажем, ВВП, на душу населения и так далее, мы можем содержать ученых, там, Штаты взять или любую другую развитую страну, примерно в 2-3 раза меньше, чем у нас сегодня. Поэтому науки, они говорят, как вы против того, что у нас будет много культурных и образованных людей? Я говорю, нет, я за то, чтобы все они были культурные, но из бюджета мы выдержим только вот это количество, в этом смысле много науки, потому что она вся сидит на бюджете, и оборонная, и академическая, и такая-сякая, потому что другого источника вообще не было, хотя и был он так вот называемый ЕФРНТ, Единый фонд развития науки и техники, но фактически это отчисления от прибыли предприятий, которые тоже распределялись министерствами, но неважно, это детали. Так вот, конечно, я сказал, что мы пригласили в итоге лучших экспертов из ОСР, которые три или четыре моих хороших знакомых, которые независимые, и провели с их помощью обследование того, что происходит в российской науке в 92-93 году. Они вывсили отчет, в котором было написано. Необходимо уменьшить количество ученых в два раза. Я сказал, что нам это произносить нельзя, но вы покажите, потому что нет пророков в своем отечестве. Они говорят, ну ни в одной стране на такое количество, то есть на такие деньги в ВВП никто не содержит. По факту это произошло. А по факту произошло что? Начались отъезды массовые в том числе, начались переквалификации, переквалификации, конечно, но, кстати, иногда неплохая, а именно, часть ученых ушла, в администрации тех или иных регионов. Умные, нормальные, образованные люди пошли там, так сказать, отделы департамента науки. Как я социологически, глядя на это, говорю, технари пошли в бизнес, гуманитарии пошли в пиар. Ну да. Так, собственно, многие в 90-х существовали. Хорошо, сейчас, ваш взгляд на нынешнее состояние российской науки, есть какие-то области, в которых мы являемся, вот то, что называется «cutting edge», передовыми? Ну, я, конечно, давно отстал от того, чтобы изучать конкретные области, но судя по тому, что появляется в прессе, ну, если говорить совсем о близких событиях, то, что наши два молодых человека получили Нобеля, это означает, что наше образование хотя бы продолжает выпускать абсолютно, так сказать, достойные кадры, да? Ну, вопрос, да, вопрос востребованности. Востребованности. Но много передач о науке проходят и по телевидению, и в дискуссиях, ясно, что у нас, чего у нас не хватает. Действительно, мобильности и оборотистости, поворотности менеджмента, прежде всего. Но я против тоже, когда говорят, назначите менеджера из гуманитариев, он вам все сделает, по своей судьбе, я могу сказать, лучшие менеджеры в науке, которые получили все-таки естественно научное образование, а потом стали менеджерами. Чем наоборот? И те же наши великолепные примеры Королева-Курчатова, надо понимать объект, которым ты управляешь. Ну, у них, наверное, это был, не знаю, дар божий или природное умение управлять, но когда говорят, поставьте на Академический институт, просто менеджер, гуманитария, ну, нельзя. Он может быть замом научного руководителя по экономике и финансам, наверное, но если он лично будет определять приоритетное направление науки, так сказать, передвижку кадровых ресурсов внутри, это неправильно. Он должен понимать и чувствовать тонкие нити вот той самой науки. Вот глядя на нашу науку, я все-таки подозреваю, что мы больше как-то остаемся по части фундаментальных исследований и гораздо меньше по части прикладных и вот тех самых инноваций, где знание конвертируется в деньги. И вообще, сейчас даже может быть вне связи с тем, что идет такой массированный наезд на Сколково, как один из медведевских проектов, и весь этот огромный хрустальный пузырь лопается, инновационный центр Сколково. Но даже помимо этого, как вы считаете, в нынешней модели развития экономики и общества, в нынешней сырьевой модели в России вообще возможны инновации? Ну, если это сырьевая модель, то хотя бы в сырье она возможна. И, между прочим, я вам скажу, что, скажем, наша металлургическая отрасль показывает удивительные успехи. Сейчас, если вы знаете, даже из литературы это можно узнать, это одна из самых обновленных в мире отраслей. То есть, они успели перевооружиться, к сожалению, на западном оборудовании. Но сейчас самое новое оборудование... Ну, что, к сожалению, что не на отечественном? Да, если продолжать эту линию, почему же не мы-то, да? Один из известных драматических примеров, мы изобрели непрерывную разливку стали, запатентовали ее и продали в Японию, можно сказать, серое вещество, а потом технологии и машины закупали у японцев. Ну, вся наша, вы знаете, я думаю, вся наша модернизация, начиная с магнитки, начиная с петровских заводов. Правильно, а уж... И свое оборудование когда... А уж индустриализация вся на закупленных там... Вообще же, ну, так, давайте посмотрим в глаза, мы даже, я не знаю, ну, сейчас, может быть, да, даже трубы наши нефтяные, мы, собственно, газ трубы, все это мы... А вот это не сейчас, а вот тогда... 70-е тогда, да. А вот сегодня мы уже имеем возможность даже экспортировать эти трубы, потому что и трубное производство абсолютно обновлено. И если говорить о средних цифрах, то у нас, по-моему, порядка там средний возраст оборудования что-то около 70 с лишним процентов по старости, да, то есть новое, 70 с лишним процентов, а в Европе 30 с чем-то, а в Америке чуть не еще ниже, то есть довольно старое уже оборудование. Поэтому мы сейчас и по трубам обеспечили. Другое дело, нужны ли всегда трубы, может, уже давно жиженый газ нужен, это не мой вопрос. Но, по крайней мере, мы себя обеспечили на экспорт можем. Это часть нашей сырьевой модели, да, только это за деньги сырья. Я не могу не сказать осколкови свою точку зрения. Это попытка наконец понять или сымитировать это понимание, а именно, что тормозит у нас внедрение и вот весь цикл. Не то, что мы там мало производим знаний, а потому что безопасности нет, нужных приборов в нужное время нет, ингредиентов, которые нужно закупить через неделю, они приходят, через год не включены в план и так далее, и так далее, налоги душит. Так вот, там, в Сколково, что предполагалось? Создать анклав западной, условно говоря, науки. Полиция своя, таможня своя, налоги свои, мгновенная доставка всего, и так далее, и так далее. То есть, это означает, что в обществе надо все поменять. Я говорю, почему у нас столько наукоградов, 50 там, с лишним штук, так давайте им, ну тогда им надо все, и безопасность, и полицию там, пожалуйста, давайте дубну. Но тогда там нужно то, что вы обещали в Сколково. Да, наукограды, мне кажется, они встраивались более или менее в советскую систему, тем более централизованное при распределении ресурсов. Нет, сейчас скажу, в чем особенность наукограда, потому что это тоже, я к этому приложил руку. Наукоград советский, закрытый город, как правило, но не все, все-таки, удаленные от центра, в который поступали все ресурсы, включая еду, питание, ГТРовские, там, я не знаю, кофточки и так далее. То есть он мог существовать только в советской перевозительной системе. А вывозилось знание. И я сказал в самом начале, что нужно туда, чтобы он полноценно жил. Слева университет, справа хай-тековская промышленность. Тогда он сам себя обеспечит, будет продавать, и люди будут и там преподавать, и так далее, и так далее. И в Дубне это был первый опыт. Мы создали эколого-ядерный университет, когда Минатам освободил свои помещения, там была целая полуармия охранная в Дубне. Университет создали и сдали думать об IT-промышленности, о технопарке. И сейчас там на той стороне Волги строится Карачинским в том числе и IT-шниками городок полноценный. И там есть, и была всегда промышленность. Но Сколково таким стать не смогло. Не смогло. Мне кажется, это вообще, как я не знаю, какой-то отдельный социализм в отдельно взятой стране. Некая отдельно взятая чашка Петри. Я не был сторонником Сколково, но я говорю, я расшифровал, что там сделано. Сделана попытка сделать анклав западной науки. Ну да, я боюсь, конечно, уже все это говорить приходится в прошедшем времени. У нас остается всего лишь пара минут. Напоминаю, что Борис Георгиевич Салтыков директор политехнического музея в студии. Борис Георгиевич, может быть, пару слов о том, что мы увидим на месте политехнического музея, когда? В 2018 году? По постановлению правительства, которое в 2010 году Путин подписал как премьер-министр, хронология такая. К 2017 году кончается реставрация здания, 2017 год отводится на насыщение новой музейной технологии, строительством экспозиции и так далее. То есть, может быть, за год это вообще-то очень сложно сделать, но так. И 1 января 2018 открытие нового обновленного музея. По проекту японских архитекторов с этой стеклянной крышей. Она была изначально как раз из вторпластовой пленки. Да, из этого инновационного. Но теперь уже вот зарубили, потому что она оказалась недостаточно прозрачной, чтобы во дворах было всегда светло. От нее отказались, сейчас перешли на стеклопакеты специальные, но потребовалось для балок металл специальный, которого в России нет, но, наверное, будем закупать. То есть, проект немножко переделывается, но, в принципе, он остался тем же. И шагами очень бережно подошел, собственно, к зданию внешне. Все сохраняется, как было. Вот русский стиль. Абсолютно. Ничего не меняется. Внутренне все будет осовременен. То есть, эскалаторы, эволаторы, треволаторы, вернее, лифты и так далее. То есть, все это восстановлено будет галерейная структура. И, значит... То есть, большие открытые пространства можно будет пройти по всему этажу. Да, но там будут зоны, три зоны. Это информация, материя и энергия. Три таких зоны, которые расшифровываются, соответственно, там, я не знаю, информация, понятно, от костров и там барабанов до современных IT-технологий. Материя тоже самая от каких-нибудь там первых медных плавок до суперсовременных материалов. И энергия тоже самая. Понятно. Примерно так. Ну что ж, спасибо. Спасибо вам за рассказ, куда нас, собственно, увел далеко Политехнический музей. Весь обзор истории советской и постсоветской науки 20-й век, часть 19-го века захватили. Ну и тоже некий, так скажем, позитив, то, что в 18-м году у нас не только будут очередные выборы или перевыборы президента, но и открытие Политехнического музея. Надеемся. Да, желаем Борису Георгиевичу Салтыкову, его нынешнему директору, всяческих успехов в этот тяжелый орг-период, то, что раньше называлось. А вас благодарим, всех, кто слушал нашу передачу. Это была программа Археология. Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.